Родные тяжелобольного ребенка просят откликнуться всех неравнодушных. В Саратове объявлен сбор средств на лечение Валерии Копенкиной. 12-летней девочке поставили страшный диагноз – лейкоз. Помочь ей готовы врачи из индийской клиники. Но, разумеется, это лечение не бесплатно. Оно обойдется в несколько миллионов рублей, которых у родителей попросту нет. Тему продолжит наш корреспондент. Вот от себя я от брачка сделала вот такую вот штучку. Вот сколько нужно фантазии, чтобы найти просто камушек из пластилина на нем сделать такой рисунок. Татьяна точно знает, ее дочь необычайно талантлива. Как многие родители, она верит в великое будущее своего ребенка. Правда, для нее главное только то, чтобы будущее у Валерии просто было. У девочки еще 8 лет назад обнаружили опухоль. С того момента болезнь, если и отступала, то ненадолго. В прошлом году собрали деньги и провели трансплантацию костного мозга. Но спустя год рецидив острого лейкоза. При сдаче крови я стала замечать, что падают тромбоциты. Тоже так же какой-то в прогрессии, причем такой быстрой. Ну, естественно, какие мысли. Что все, надо ехать. Отписалась врачам Москвы, они сказали, приезжайте. Мы приехали, сделали пункцию костного мозга и поставили диагноз. Рецидив острого миобластного лейкоза. Если еще рука устанет, то я не могу больше, у меня рука болит. Несмотря на усталость и ухудшение самочувствия, Лера ведет активную жизнь. Любимое хобби – выжигание по дереву. Главные элементы декора в доме сделаны ее руками. Мне нравится мастерить. Что делать? Там браслет, рисунки, поделки. Выжигать. За лечение Леры готовы взяться две зарубежные клиники. Российские медики отказали. Дешевле всего обойдется терапия в Индии – около 8 миллионов рублей. Правда, пока деньги собрать не могут. Росфонд общеизвестный нам отказал в помощи. Мотивирует, что у нас серьезная болезнь, которую они финансировать не хотят. Фонд «Подари жизнь». Мы уже полторы недели ждем от него ответа. Зарубежные медики не дают обещаний. Говорят, на лечение организм девочки может отреагировать по-разному. Но если вообще не провести терапию, тогда надежды на будущее у Леры нет. А она знает, ей слишком многому предстоит научиться. И потому верит в завтрашний день. Елена Петрова, Александр Бочков, РЕН-ТВ, Саратов. Помочь Лере может каждый. Для этого достаточно перечислить любую сумму, пусть даже небольшую, по реквизитам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...